Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кстати, Аську вчера помыл, как и обещал. Асюш, ты чего? Аська, Ирис, можно с Асей сейчас мы пообщаемся? Подожди, подожди. Какая ты ревнивая-то, а? Ты в кого такая? Давай, иди отсюда. Аську помыл вчера, девочку красивую. Шелковистая такая лежит. Асюха, Асюшечка. Асюшечка. Не дает она тебя гладить, да? Все, только ей-ей надо. Только ей-ей. Только ей-ей. Маленькая девочка. Асюш, ты чего, спишь, что ли? Лоскушечки хочешь? Лоскушечки хочешь, моя девочка. Ой, котеночек. Мои котята. И ты, мой котенок. И ты, что такое, Асюш, хотела? Что, Асюшечка? Намылись такие обе. У обеих банный день был в разные дни, правда. Куда бежишь? Куда бежишь, мой котенок? Доброе утро. Ой, прекрасно. Прекрасно на улице. Так, надо кофе попить и... И бада начать пить. Идет такое, идет такое. Ой, какая ты шелковая. И ты, шелковая. Шелковые девочки. Шелковое платье. Доброе утро. Доброе утро, страна. Ой, прекрасно. Это дверь-то какой, а. Вчера, кстати, начал слушать новую книгу. Называется «Магия утра». И я вам об этом уже говорил. И это я увидел в книге. Услышал. В общем, я слушаю голосовать эту аудиокнигу. И там сказано «Не общайтесь, не дружите, вообще не вводите в свой круг общения людей, которые, не знаю, там, какие-нибудь запойные алкаши, которые себя плохо ведут, которые не растут в этой жизни, которые, ну, знаете, вот, которые несут негатив. Такие люди есть, мне кажется, в каждом окружении. Я от таких, слава богу, избавился. И поверьте, реально становится круче жить. Вот прям круче. И там было сказано, что хотя бы пять человек у вас должно быть в окружении, на которых вы будете смотреть, и у вас будет желание расти, как-то что-то делать, развиваться. Поэтому имейте в виду, ваше окружение влияет на нас. Если вас будут окружать ленивые лодыри, какие-нибудь, знаете, которые только побухивают, то вы сами будете такие, вы питаете вот этих пяти, энергию пяти вот этих людей. И вы, это среднее между этими пяти людьми, имейте это в виду. Поэтому окружайте себя только достойными людьми, общайтесь только достойными людьми, и все у вас будет хорошо. Я надеюсь, все понятно, да, я пояснил с утра, блядь, с восемь утра. У меня через два часа обучения, он же первый, я обучаюсь. Вот, сегодня будет у нас следующий урок, в 10 утра. Ну что, бады пьем. Вот мои живительные напитки, ой, живительные капсулы. Виталиймен, коллаген, для похудения. Ну такая добрая добавка для похудения, не та штука для похудения, которая, знаете, дикая. Но ее нужно, кстати, во время еды, имейте в виду. Q10, у меня есть новая Q10, а то сейчас я закончу, да, наверное. Да, одна капсула, осталось две. D3, витамин обязательно. Вот из всего, знаете, из всего вот этого, что я пью, это не все, что у меня есть. Я вам рекомендую обязательно пить омега-3, обязательно, девчонки, мальчишки. Обязательно пить витамин D3. И коллаген. Ну еще можно витамины, но как бы тут уже индивидуально с витаминами. Вот эти три добавки пить обязательно. Но вот эти две точно. Вот эти две 100%. Вот прямо 100%. Имейте в виду. Потому что витамины D3, это наше настроение. Это цвет кожи, это вообще все-все-все-все-все-все. Поэтому если нет витамина D3 в вашем организме, то у вас не будет энергии, у вас не будет сил, у вас не будет желания что-то делать. Витамин D3 можно по-другому получить с помощью загара. Но так как мы живем в такой истории, когда, посмотрите, какой здесь загар, под дождем бы не промокнуть. Если бы мы живем где-нибудь в Таиланде, то, конечно же, витамин D3 принимать не нужно. Вот. Но мы с вами не живем ни в Таиланде, и даже ни на Мальдивах. Приходится пить. Все, буду пить. Встретимся позже. Еще потихонечку привожу. Жирочек уходит потихоньку. Я думаю, что я успею к лету. К Дубаю точно успею. Давайте пить кофе. Баду выпил. Пока. Нажал мне ту кнопку, нажал маленькую. Не проснулся еще. Вот я обычно вот эту нажимаю. Да, Ирис? Ну да. Ну да, моя девочка. Ну да, мой котеночек. Ётик, мой любимый окружечек. Вот это, которая нравится. 3 копейки кушка стоит. Да столько эмоций от этой кружки положительно. Кстати, вчера Валбре купил тапочки. Смотрите. 160 рублей. Смотрите. 160 рублей. Но они охеренно уже. Они такие уютные. Такие прикольные. 160 рублей, чтобы вы понимали. А если подождите, я тапочки покажу. Умейте в виду. 162 рубля, по-моему. Что-то вот такое. Кофе налил. Что-то будем патчи делать. Вот такие у меня патчи. Никто не видел. Тоже пускалок на Валбересе. А это не гелевые. Это тканевые. Вот такие, видите? Нереально клевые. Просто нереально клевые. Сейчас я их надену. Нацеплю и я себя покажу. Вот так, в общем, выглядят. Представляете? Нечайно третью достал. Вот, в общем, очень клевые. Я говорю, мы их рекомендую вам. Они не сползают, не стекают. Прям классно. То есть, минут 15-20 с ними прохожу. И маску буду делать кофемими. Вчера делал на какую-то козьем молоке. Что-то какая-то такая. Прикольная маска, на самом деле. Не помню, как называется это. Вот. И все время буду делать другую. Я их меняю. В общем, к 10 утра буду красавчик перед семинаром. Так, ну что, я жду начало семинара у Анджелы Перл. Это астролог, таролог. У меня семинар, кто не знает, по картам Таро. В общем, я тебе такой даже ежедневник. Ведьмочки. Вот. В общем, осталась минута до начала семинара. И так круто, когда ты можешь из дома реально обучаться. Мне кажется, пандемия внесла свои коррективы. И есть коррективы со знаком плюс. Потому что не надо никуда ехать. Не надо нигде собираться. Ты вот нанес маску, налил кофе. Как я это сделал. Где кофе? Вот мой кофе. Налил кофе. И все. И ты сидишь прекрасно в своей квартирке. Слушаешь семинар. 47 секунд осталось. Девчонки и мальчишки. Через 3 часа семинар идет каждую субботу по 3 часа. В общем, в прямом эфире Анжела Перл с нами в чате, в онлайне. Общается и рассказывает нам про Таро. В общем, все. Я пошел. Пока-пока. До встречи через 3 часа. Люблю вас. Давайте вам покажу прям пару секунд, как это у нас происходит. Проверяйте в пятницу. Если вы не получили ссылку, то пишите мне в пятницу, пожалуйста, чтобы снова вам прислать ссылку. Или обновите свою почту. Или проверьте в спам. В спаме. Потому что вот сейчас я уже включалась. И мне буквально за одну минуту до начала мне кто-то написал, что нет ссылки. Не нашли ссылку. Я уже ничего не могу сделать за одну минуту. Но прям очень-очень приятно ее смотреть. Там очень. Обучение у нее там вообще пушка. Вы получите ссылку на чат в Телеграм. Вместе с записью этого вебинара. Который у нас сейчас записывается. В одном письме у вас будет запись вебинара. Он прислывает на всю жизнь эти ссылки. И ссылка на чат. Да, запись точно идет. Понимаете, да? Третий раз я уже не хочу повторять вебинар. И сегодня у нас повторный весь вебинар будет. Латвия, привет, Виктория, Британия. Ну, она сказала, что это видоизменник. Привет. Вот такие дела. Киев, привет. Настолько даже по карте, да? Что тут вообще происходит? И гроза, и молния, и гром. Все подряд. Какое-то состояние счастья. Слышите гром? Прямо хочу вам показать. Слышите, как... Какая погода у нас. Слышите, у меня не только уже наушники садятся, но и ноутбук. Нет, ноутбук когда-то подарила Оля Орлова. Года 4, наверное, назад. И он уже вообще не держит батарею. Пока у меня, короче, семинар там вещается. Я себе заварил зеленый чай с лимоном и с... С чем, господи? С мятой. Чуть-чуть мяты кинул в зеленый чай. Попью, посмотрю семинар и поеду на тренировочку. Идет третий час семинара. Я так быстренько смыл маску. Куча всего, она еще осталась. Но я в душ пойду. Пока Анжела вещает, я готовлю параллельно уже второй себе завтрак. Второй завтрак у меня будет яичница, сыр, рикотта. Я просто обожаю этот сыр. Кто не пробовал, с яичницей на завтрак. Это просто пушка пушечная. Очень вкусный. Ну, еще две сосисочки у меня там варятся. Ну, вот поем и через час-полтора на тренировку. Да, хоть я и хотел сегодня отдохнуть от тренировки, но я чувствую в себе силы почему-то. И я уже утром поотжимался и поподтягивался. Вот у меня здесь, видите, это история для подтягивания. Поэтому я думаю, пойду. Если приеду и будет лениво, я просто побегаю. Бегать кардио, худеть, это залог успеха. Поэтому, чтобы похудеть, чтобы появился пресс более чистый. Надо еще бегать больше. Кардио не очень люблю, но надо. Как все мне семинары. Вот такая прекрасная у нас погода. 15 градусов в Москве. Плюс, естественно, слава богу. Уже хорошо, что плюс. Еду на тренировку. Обещал вчера себе не поехать. Но понял, что вроде как силы есть. Обучение прошло. Три с половиной часа семинара. Вот. Думаю, что бы не поехать. Только сидел, восстановился за три с половиной часа. Вот поэтому... Ой, что-то окошко запотевает. Я не пил вчера спокойно. Просто, видимо, кондиционер не включил. Вот, теперь сейчас раздуется. Видите, как у нас солнечно. На самом деле, мне вообще пофиг. Мне вообще пофиг. Завтра полная запись на работу. За десяти утра. Так странно. Обратили внимание? Был крест на дороге, на которой я еду. Почему? Чего вдруг нельзя так, когда можно? Всегда меня удивляло и забавляло. И были всегда вопросы. Почему моют во время дождя? Видите? Видите, я вам расскажу. Есть на то причины. Это на самом деле. Вода, дождь. Помогает. Смотрите. Дождь смочил землю. Да? Асфальт. А они эту грязь в сторону убивают. Убирают. Поэтому... То есть тут дождь помогает им мыть асфальт. У меня раньше реально были вопросы. Пока кто-то по телевизору не объяснил. Сказал, вы все тупые. Сколько уже можно орать на этих чуваков, которые моют машины в дождь. Это реально так нужно. Это так правильно. И в общем... Ну это логично. На самом деле это реально логично. То есть дождь им помогает... Быстрее, как проще смыть реально грязь с дорог. Поэтому... Вот такие дела. Знаете об этом? Девчонки, мальчишки. Смотрите. У каждого в зале есть вот такой тренажер. Да? Для ног. И сегодня я вам расскажу, как правильно ставить ноги. Для того, чтобы развивать одну из зон. Да? Ягодичные. Будь то... Будь то икроножные. Это я вот сейчас сажусь. Вот. Сейчас я с вами буду... Покажу вам, как нужно правильно ставить ноги. Смотрите. Если мы ноги ставим на середину и пошире, да? То это у нас будет качаться вот эти... Вот эта зона между... Собственно. Вот здесь. Вот. Это если посередине и максимально широко ноги расставлены. Если мы ноги ставим вот так вот высоко, то это у нас будет качаться вот эта зона и собственно ягодицы. Так. Я вот прибавил. Потому что я подходы делаю. Если нам нужно прокачать вот эту зону передней, то мы ставим максимально низко на ширине плеч. Максимально низко на ширине плеч. И если нам нужно будет прокачать какую-то боковую историю, то это должно быть по центру и максимально близко. Понимаете? Надеюсь, понимаете. Ну что, стоит ли говорить, что я снова устал? У меня сейчас было лицо такое красное. Я два раза сходил в сауну. В холодную воду, потом у меня в сауну. И это. Сейчас решил с этим магазин продукты купить. А может быть даже пожрать. Смотрите, какая новая тема появилась. Выбираете продукт, и можно будет его здесь разогревать. Позвольте. Прикольно. И рассчитываться каждый. Я забыл маску, блядь. Паркинг. Маску забыл в машине. Маску забыл в машине. Пошлось вернуться. Так, ну что, опять давайте набирать. Смотрите, я взял уже вот такую свеклу цельную. На самом деле, прочитал сегодня, что обязательно включайте свою рационную свеклу, потому что она чистит кишечник. Поэтому берем. Также берем квашеную капусту. Блядь, опять выбор такой сложный. С морковью с хреном мы же брали с вами. С морковью тмином мы не брали. С хреном мы нормально, кстати. Давайте возьмем его снова. Так, срок годности где? Дата изготовления 16 мая. О, 27 мая дата изготовления. Представляете? Прекрасно. Сейчас мы эту свеженькую и возьмем. Так, дальше. Зеленуху надо взять какую-нибудь. Кинзу. Кинзу возьмем. Молоко, молоко, молоко. Так, творог у меня еще один есть. Надо добрать. Свеженький взять еще один. А такого здесь нет, да, как я покупаю? Такого здесь я не вижу. Ну да, что-то нету. Эти 9%-ные. Кто их ест 9%-ные? Для сырников, наверное? Не понимаю, ладно. Потом заеду куда-нибудь в другое место. У меня есть на сегодня на вечер еще творог. Сыр у меня дома целый брусок. Надо взять вот этот. Пармезанчик есть. Пармезан этот вот 73 рубля. Голландский. Так странно, голландский дешевле, чем российский. То есть из Голландии дешевле привезти, чем, блядь, его. Чем Россию изготовить. Возьмем для пасты. Возьмем опять ту пасту, потому что она мне очень понравилась. Так, молоко 2,5 до 10 июня. Мне кажется, это свежее. Да, до 10 июня это свежее. 69 рублей. Молодцы, яйца не надо. Яйца есть. А вот они, эти пасты. Блядь, вот что там за... Этот соус, ну-ка. А то, может, я жму майонез один изо дня в день. Из чего вот состоит вот это чудо-специя? Почему нету состава? Паста так, 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 так. Жиры 12. Состав изделия. Паста с твердой... О, кстати, очень хорошая паста. Из твердой пшеницы муки. Это очень прекрасно. А этот какого? Соус. Вот, соус. Сахар так, 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 так. Оригама, перец, соль, желток, глюконат, глюкоза, блядь. А, глюкоза. Глюкоза. Регулятор кислотности. На самом деле, я что-то не вижу, ничего страшного. Вода питьевая, масса посолнечная, рифинированная, сахар, чеснок. В смысле, это же майонеза не положили? Соус на основе растительных масел. Соус лишний. Шикарно, короче. Какой возьму? Вот этот мне очень нравится. Возьму такую. Подождите, вот они мои любимые дымов. Давайте по сроку годности посмотрим. Стоят они 269 рублей. Срок годности 18.06. Мне кажется, свежее уже не придумать. До 18.06. Ну да. Давайте все аккуратно поставим. Порядок наведем вам здесь. Так, это мне все не надо. Это все мне неинтересно. Уважаемые, уважаемые. Так. Подождите, грибы надо взять. С чем, блядь, я буду это... Ну что, не взял, пошел. Пасту-то с грибами надо делать. С грибочками. Где? Ну вот они. Красивые. Ой, какие красивые. Их прям так можно жарить. Какая милота. И что, они еще и по акции? Так прям сам Бог велел их брать. Ну-ка. Да, 250 граммов шампиньоны. Лоток 250 граммов. Вот они. Супер. Кстати, ни разу не брал вешенки. Может как-то попробовать вешенки? Я просто не знаю, они так же готовятся или нет. Так, дальше. Вот, смотрите. Тут вообще, блин, за 16 рублей можно набрать эти грибов. Ну ладно. Так, дальше. Что еще можно кинуть? Я, кстати, вчера делал пасту с этими. Вчера делал пасту с... Как сказать, креветками, знаете? С этими. С сосисками. С грибами, с сосисками. Очень вкусно. Очень. Очень вкусно. Я вам прям рекомендую. О, какая-то есть соус. В принципе, можно все самим приготовить-то, на самом-то деле. Там готовить-то, честно говоря, реально не хер. Чего я опять ничего не вязал? Какие-то грибы, блин, молоко. Жрать-то чего я сейчас буду? Вот. У меня рыба такая целая дома лежит. Блин, я не знаю, я потерялся. Я заблудился. Может быть, взять этих? Котлеточек пожарить? Видимо, медальону пожарить можно. Медальон. Восемь суток до 2 июля сегодня. С 25, 28, 29 сегодня уже. Других нету, свежения нету. А, нет, есть. Вот, с 27-го. Возьму-ка я их, обжарю. Обжарю. Знаете, у меня вот в этой штучке я обжарю. Очень вкусно получается. Вот, с прованскими травами сделаю. Подождите, нахер я не набрал столько? Ладно, пусть будут. Надо взять обычную пасту. Сейчас-то я с чем буду? Я их сейчас обжарю и буду. С пастой, что ли? С рисом надо. Углеводиков надо подкинуть. Да, надо рис какой-то купить. Где в коробочках? О! Смирный прогноз. Да, это длиннозер. Шлифованный. Это ж плохо шлифованный. Так, подождите, а если взять? Подождите, у меня же дома есть риса. Да хера. Кстати, у меня реально дома есть. О, типус рис, нормально вообще? Смесь коричневого, длиннозерного и красного ароматного риса. О! И варить для китайской пасхи, да? 300 минут. 35 минут. 35 минут. Прикиньте, есть специальный рис для плова, оказывается. Я думал, обычный. Какой-нибудь закидываешь в один чан, все подряд. И вот тебе и это. Показать, и рис индика. 179 рублей. Какой-нибудь красивый. С индийской женщиной. Прикольно. Так, да, ну рис-то у меня точно есть, я забыл. У меня есть рис. Подождите, а может гречку отварить? У меня есть гречка, лисички. Лисичка, гречка и этот есть. Грибы. Смотрите, прям идея. Давайте-ка я возьму эту гречку. Вот знаете, на самом деле, вот это вкуснее гречка. Ну вы, наверное, это знаете, вы это молодцы. А я просто постоянно проще пытаюсь себе взять что-то. Но на самом деле, по вкусу, вот эта гречка, которую нужно отваривать дольше, гораздо вкуснее. Гречка, а, подождите, гречка. Я запутался, блядь, я набрал каких-то несовместимых продуктов. Гречка с сосисками вкусно будет. Точно. Сейчас. Точно. В общем-то, вот тысяча триста. Я не понял, что я взял. Сейчас буду соображать, что из этого можно будет приготовить. Сейчас рассчитываю за покупку. Как рассчитываюсь? Блядь, ровно три часа. Ровно три-ноль-ноль. Если бы буквально на минутку позже, триста рублей без булки. Вот так. Счастливчик. Счастливчик. Все, мои хорошие. Счастливчик. 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 Счастливчик.